Мне не хочется, чтобы у меня в 2019 году стоит кровля, которой не приступали, никто и не думает. Дом огромный. Тема капитального ремонта поднималась на форуме председателей Советов многоквартирных домов не раз. Нынешний проходит в горячую пору формирование краткосрочного плана ремонта на 2020-2022 годы. В него включают те адреса, по которым работа не требует отлагательств. Это и ремонт кровли, изношенных инженерных сетей, лифтов. Те дома попадают в капитальный ремонт, которые или более с высоким процентом износа, или те дома, в которых какие-то из элементов, например, системы канализации, холодного, горячего водоснабжения, или еще кровля, предположим, это вот большое внимание уделяется кровлям, фасад здания уже не терпит того, чтобы быть не отремонтированным. Участники форума говорили о последствиях, которым приводят нарушения в очередности работ, когда фасад ремонтируют раньше, чем кровлю, или меняют систему центрального отопления под полом, а на следующий год в этом же месте ремонтируют трубы водоснабжения. Мы указываем в акте обследования, нужно кровлю делать, нужно фундамент укреплять, размыло, а нам фундамент исключают, кровлю исключают, а делают фасад на половину стоимости. Управдомы назвали адреса, где были допущены нарушения в проведении ремонта. По ним администрация отдельно соберет подрядчиков для устранения замечаний, собственникам, которым в ходе работ причинили имущественный вред, фонд капремонта окажет содействие в получении компенсации. Эти и другие замечания, включая те, что касаются очередности работ, будут учтены при формировании нового краткосрочного плана. Сейчас летом будет формироваться на 2020 год план капитального ремонта вашего муниципального образования. Здесь формируется общая программа «Защёлковский муниципальный район». И она отправляется в Минжи-КХ. Минжи-КХ формирует за всю область и нам выдает, что нам делать, по каждому дому и какие работы. В управляющие компании направлены запросы по фиброванию многоквартирных жилодомов по их техническому состоянию. По результатам в адрес администрации поступит официальное обращение управляющих компаний с перечнем МКД. Затем администрация со своей стороны обязательно возьмет контроль над своевременным и полнотой объема подачи данных сведений. И на основании этого уже будут поданы сведения Министерства жилищного и коммунального хозяйства Московской области. Из Министерства ЖКХ адресный список направляется исполнителю фонд капитального ремонта. За пять лет в городском округе Щёлково с участием средств собственников отремонтирован 201 многоквартирный дом. Ежегодно на эти цели жители перечисляют 1,3 миллиарда рублей. Михаил Налётов, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щёлково.